Я уже много раз рассказывал о том, что в Израиле есть одна очень интересная традиция. Все Пятикнижие Моисеева, Турат Маше, как мы ее называем, разбито на отрывки с целью, чтобы, читая по одному отрывку в неделю, мы могли таким образом прочитать все Пятикнижие Моисеева от начала до конца. Однако, помимо этих отрывков, есть еще дополнительные тексты, которые принято читать по тому или иному поводу. Например, в дни, когда у Израиля праздник. И вот сейчас, поскольку у нас приближается праздник Роша Шана, а у меня есть отдельный урок, посвященный этому празднику, вы можете его посмотреть, я решил, что мы с вами будем читать текст, который принято читать на Роша Шана, и порассуждаем немного об этом. Что это за текст? Этот текст рассказывает нам об искушении Авраама. Это последнее, десятое испытание, которое Бог послал працу нашему Аврааму. Несмотря на то, что в христианстве его принято называть искушением Авраама, в еврейском языке мы обычно говорим «македат Ицхак», что значит «связывание Ицхака». Почему? Потому что, безусловно, Ицхак является здесь действующей фигурой. Почему читается именно этот текст? Одна из причин заключается в том, что, по подсчетам наших мудрецов, это произошло именно в этом месяце, который у нас сейчас начнется, месяц Тишрей, в 2085 году от сотворения мира, это где-то 1676 год до Рождества Машеха, это все и происходило. О событиях, которые там происходили, мы с вами читаем на страницах священного писания в недельной главе Ваера, это книга Бытие, Берыши, 22 глава, 1 и 2 стих, начинаем читать. «И было. Бог испытал Авраама и сказал ему, Авраам, и сказал он, вот я. И сказал он, возьми сына своего, единственного, которого любишь, Ицхака, и пойди в землю Мария, и вознеси его там в жертву все сожжения на одной из гор, которую я укажу тебе». Очень интересное событие, вызывающее немало различных мнений и толкований. Во-первых, мы с вами читаем о том, что Бог повелел принести Ицхака в жертву. И тут же возникает законный вопрос. Бог, который многократно на страницах священного писания говорит о том, что человеческие жертвоприношения в его глазах являются мерзостью, вдруг патриарху Аврааму говорит, чтобы тот принес в жертву Ицхака. На что обращают внимание наши мудрецы? Вот те слова, которые переведены в русский язык, как «принеси его в жертву», то их надо переводить так «вознеси сына», как «жертвоприношение». Почему? На самом деле вот это же слово, оно фигурирует на страницах Торы многократно и означает, например, «жертву всесожжения», которую мы читаем на русском языке. Да, там используется слово от этого же самого корня. Другими словами, Господь с самого начала подразумевал, что это будет не жертва, которую принесет Авраам, а возвышение Ицхака. На минуточку мы должны вспомнить, что на тот момент Ицхак уже был довольно взрослым человеком и в принципе он имел возможность, имел полное право папе сказать «нет, тем более, что мы видим, что он понимал, что сейчас должно произойти». Он мог бы сказать «нет, я не буду этого делать». Но вместе с тем он был послушен своему отцу, подобно как Авраам был послушен Богу, и это привело его к духовным высотам, по мнению наших мудрецов. Мы можем соглашаться с этим и не соглашаться, но вместе с тем мы должны понимать, что безусловно подобное испытание было очень тяжелым как для одного, так и для другого. И здесь возникает следующий вопрос. А зачем же вообще тогда испытывать было Авраама? Интересно, что в ответе на этот вопрос Талмуд рисует целую картину событий, как Сатан приходит к Богу, начинает говорить, что вот люди такие, что когда они получают то, что хотят, они забывают тут же про Бога, что в принципе довольно свойственно для природы человека. И действительно на страницах Священного Писания мы не видим, чтобы после рождения сына Авраам, например, приносил какие-либо жертвы Богу. И Сатан, указывая на это, говорит Богу, ну вот он все забыл про тебя. И вот в этой дискуссии, подобной как в дискуссии по поводу Иова, и рождается вот такое испытание для Авраама. Я уже говорил много раз о том, что я не приравниваю вот эти дополнительные тексты, которые могут нам какие-то вещи помочь понять и разъяснить к Священному Писанию. Но мне кажется это очень интересным. Почему? Потому что действительно мы видим свойства человека, что когда Бог ему дал очень многое, когда он как бы достиг того, чего хотел в мире, что человек расслабляется. Иногда бывает такое, что и угасает в своем стремлении служить Богу, и расслабляется. Есть мнение, что искушение Авраама было наказанием ему за то, что он заключил завет с Элемелихом. Я не очень разделяю это толкование. Почему? Потому что я понимаю, как оно родилось. На самом деле на страницах Священного Писания Бог многократно предупреждает Израиля, что они не должны вступать в какие-либо союзы, и некоторые народы вообще должны были уничтожить живущие здесь. Я имею в виду в тот период, когда Израиль сюда переселялся. Но вместе с тем я не могу с этим согласиться. Он жил в земле обетованной как временный переселенец. И даже место для могилы его жены, которую нужно было похоронить, ему пришлось купить за огромные деньги. Не думаю, что здесь была такая логика. Еще раз, для меня гораздо важнее та мысль, что, возможно, будучи расслабленным, будучи достигнут того, чего ему хотелось в его жизни, увидев начало исполнения Божьих обетований, а я напомню, у меня есть отдельные уроки, посвященные этому, напомню пару моментов, что Бог обещал ему даровать огромное потомство через Ицхака, Бог обещал ему дать во владение вот эту святую землю, его потомству, и Бог обещал, что от Ицхака родится Мащех. Возможно, достигнув тех начал, в которых были видны обетования, данные Богом Аврааму, Авраам действительно подрасслабился. Но как реагирует Авраам? Бог обращается к нему, а он говорит ему на еврейском языке, это звучит так, «Инений», что значит «вот я», как это и переведено. И многие толкователи обращают внимание, что самые духовные люди, мужи веры, пророки, а в дальнейшем и апостолы, к слову сказать, нередко реагируют на обращение к ним со стороны Бога именно этими словами. Это выражает готовность исполнить любую волю Бога, волю Творца. В третьем стихе мы с вами читаем, «Поднявшись рано утром, Абрахам оседлал и взял двух слуг и сына Исхака и наколол дров для всесожжения и стал и направился к тому месту, о котором сказал ему Бог». Он не знал плана Божьего, но он был готов следовать ему до конца, и он не медлит, он встает очень рано, да, не откладывает это на потом. Он просто верил, и что слова, сказанные ему, принесут пользу для Бога и для него самого. Он поступает, можно сказать, даже с поспешностью. Он берет с собой помощников, там Медраж говорит, что это был Ишмаэль, его старший сын Атагарь, Эльезер и Исхак. И вот с этими людьми он отправился в этот трехдневный путь до горы Мария. Дальше мы с вами читаем, что на третий день пути. Интересно, что получается, если вот все почеты Рабаним верны, то это произошло 10 числа месяца Тишрей еврейского в 2085 году. И это выходит, что это произошло в день, который в дальнейшем получил название Йом-Кипур и обрел статус праздника. Мы об этом будем говорить, когда придет время ближе к Йом-Кипур. Я не буду сейчас в это углубляться. Они очень долго шли, и вдруг Авраам поднял глаза и увидел эту гору. Мы не знаем, как он понял, что это именно та гора. Есть толкования, которые говорят, что он увидел там те же самые проявления Божии, которые в дальнейшем сопровождали народ израильский, когда они шли в пустыне. То есть облако, огненные столбы и так дальше. Правда это или нет, но мы с вами читаем, что дальше они отправились вдвоем, а помощников они оставили позади. И вот они пришли на эту гору. Они восстанавливают жертвенник, на котором по преданию приносил жертвы и Адам, и Ноах, Ной в русском языке, и его сын Шем. Сын подавал ему камни, Авраам укладывал их. Затем он связал сыну руки и ноги, возложил его на жертвенник поверх дров. Но при этом его сердце переполнялась радость. Почему? Потому что он выполнял волю Божию. С другой стороны, наверное, он наверняка и плакал из жалости и любви к собственному сыну. Но он знал, о чем он говорит дальше, что Бог способен воскресить его сына даже из мертвых. И только лишь когда нож коснулся шеи его сына, он услышал этот голос. Не протягивай свои руки к отроку. Чем закончилась эта история, мы с вами знаем. Бог усмотрел себе Аннца. Этот агнец был принесен в жертву. Безусловно, это испытание в жизни Авраама повлияло и на него, и на его сына очень сильно. Не все было хорошо. Многие мудрецы обращают внимание, что с тех пор, судя по всему, Сара и Авраам не жили вместе. Там есть отдельная история, как Сатан явился и Саре, как он искушал ее. И многие говорят о том, что вот тот факт, что когда она умерла, Авраам был далеко от нее, говорит о том, что они не жили больше вместе, ибо Сара не могла простить ему это. Но другое, на что хочу я обратить ваше внимание, как сам Господь поступил по отношению к собственному сыну, которого прислал в этот мир. Сына Авраама он пожалел. И многие из еврейского народа до сего дня говорят о том, что благодаря милости, которая явлена Аврааму, Бог проявит милости к еврейскому народу. Я не буду сейчас вдаваться в эту идею и ее оспаривать или утверждать, это не моя цель. Моя цель показать на то, что Бог сделал, когда послал сына своего в этот мир, и он не пожалел его, и он не остановил руки тех, кто его казнил. И он принес в жертву своего собственного сына для того, чтобы мы имели прощение грехов. Те из вас, кто посмотрел мой урок по поводу Рошашина, вспомните, о чем мы там говорили. Рошашина – это время судов Божьих. Мы с вами знаем, что со своей стороны Бог сделал все необходимое для того, чтобы человек на этом суде устоял. Вопрос остается открытым по поводу нас с вами. Готовы ли мы открыть свое сердце перед Богом в раскаянии, дабы нам были прощены грехи наши, и таким образом мы устояли на суде Божьем? Надеюсь, что да. Да благословит нас всех Господь. Большим еще о машеях. Амэн.